Вечер Но были разные идеи. Может есть какие-то свои предложения? Я выступаю как сторонний наблюдатель, как эксперт. Мы сделали мини-фотовыставку, но из тысяч фото пришлось отобрать всего лишь несколько десятков. Как вам? Очень рады, что вы сегодня разноплановые работы представлены, разножанровые. И есть такие, которые просто радуют глаз своими красками. И есть такие, которые можно смотреть и есть о чем подумать. Благодарим! На вечерах памяти принято вспоминать жизнь человека, в том числе его молодость. Помните себя в свои 25 лет? Во-первых, я тогда не был лысым. Я была достаточно густые волосы. Я был молодой, красивый. Это был 95-й год. Тяжелый, тяжелый год. Наверное, он был у меня тогда, в буквальном смысле, самый голодный год. Я тогда занимался наукой. Был очень увлечен этим всем. Все классно, круглые сутки об этом думаешь. Но, к сожалению, тогда зарплаты за это практически не платили. И жили мы буквально на... Ну, зарплаты хватало, чтобы прожить год, месяц. Покупали чай и пряники. Пряники заменяли собой и хлеб, и сахар одновременно. Жили, где придется. Ну, как-то так. Но, в принципе, в 25 лет, в каких бы условиях человек не жил, он все равно счастливый человек. Потому что у меня тогда уже была любимая жена. У меня тогда уже был первый ребенок, сын. Ему уже было тогда 3 года. Поэтому, ну, как-то так. Мы сегодня говорим о вашем творчестве. Интересно, как в голову ученому математику и директору завода вообще могли прийти мысли, например, о песенном фестивале, о фотовыставках? Ммм... О зрении. О зрении... Ну, правду говорю. Ну, а клипы? Первый клип буквально взорвал интернет. Никто не ожидал, что Вячеслав Симченко может запросто забраться на паровоз в детском городке и спеть песню. Ну, идея, она так витала в воздухе. Сама идея клипа этой... Татьяна Жалина уже не раз пыталась склонить. Вот просто там предполагался немножко другой формат, другой стиль, другое все и без моего участия. А тут, не знаю, стояли очередной раз, там смотрели, как проходит работа на паровозе. И кто-то там, уже не помню, кто там напел про лобутены. Ну, и одно за другое зацепилось. Просто как раз стояли три человека. У каждого достаточно есть хорошая такая творческая жилка. Один начал, второй подхватил, третий закончил. Вот как-то так. И получилась такая шутка. Не боялись, что выход этого клипа разрушит вашу репутацию серьезного бизнесмена? Ну, не надо бояться быть самим собой. Не надо бояться быть смешным. Потому что нормальный человек не боится, да? А что скажете по поводу Симченко писателя? До сих пор многие не знают, что в начале двухтысячных вы активно творили рассказы, очерки и повесть. А кое-что даже было издано. Почему человек пишет? Ну, за исключением тех, для кого это работа, да? Был какой-то позыв душевный. Не надо бояться. Да, хотелось высказаться, что называется, поговорить с умным человеком, с самим собой. Поэтому, как бы, выдал это вот в эфир, в пространство. Вот, само выдал, все на душе. Олегчало. У нас возникла мысль выпустить книгу с этими произведениями. Как думаете, надо ли это сделать? Надо. Я ждать не люблю. Мне лучше всегда что-то делать. Понятно. Будем издавать. Есть идеи, как лучше провести ее презентацию после выхода? Вы знаете, вот свежий воздух, деревья, гитара и песни, вот это как раз вот та атмосфера, которая сразу вот цепляет все струны душ, способных еще что-то воспринимать, которые еще помнят, что такое романтика. Это возможность, там, и подумать, отвлечься от какой-то суеты. Что самое важное вы бы хотели нам сказать? Наверное, только с годами, действительно, когда уже на голове не остается волос, ты понимаешь, как ценна каждая прожитая минута. И действительно понимаешь, что, может быть, мог бы успеть большего, мог бы достичь большего, если бы в свое время чуть-чуть по-другому распоряжался своим временем. Но времени надо относиться вот так, чтобы максимально эффективно его тратить, а также вот в каком-то смысле, может быть, неправильно аналог, вот как к деньгам, да, их надо тратить эффективно. Так и свою жизнь, свое время надо тратить эффективно, получать максимальную отдачу от каждой прожитой минуты. Субтитры подогнал «Симон»